Приветствую вас. Мой коллега вам уже дал ответ на ваш вопрос, поэтому я не вижу смысла повторять то, что он уже вам сказал. Но, да, не вижу смысла раскрывать, скажем так, его ответ еще. Дальше. Вот, мне кажется, это было бы не совсем правильно. Я бы хотел обратить ваше внимание на несколько другие вещи. Я более чем уверен, что вы догадались, о чем идет речь. Когда мужчина предложил вам, значит, ну вот, кофе, кофе, да. Вот, я думаю, что вы догадались, о чем идет речь, и вряд ли не могли не догадаться. Так что, я думаю, что здесь важно именно вашим отношениям к тому, что мужчина вам такое предлагает. А также понимание причин, по которым именно вам поступило такого рода предложение. Я думаю, что это ключевой момент здесь, и именно на нем следует сосредоточиться в первую очередь. Да, то есть, тем, на том, как вы сами относитесь к тому, что вот мужчина делает вам такое предложение. Да, вот, считаете ли вы это предложение, например, непристойным, считаете ли вы это предложение оскорбительным, или и так далее, и так далее, и так далее. Далее, сам факт наличия такого предложения не означает того, что мужчина обязательно воспринимает вас исключительно только, как сексуальный, например, объект, да, вот, и что его интересует, например, только секс, вот. Это ни в коем случае не означает данного аспекта, вот. А это значит, скорее, что у мужчины, ну, у мужчины есть к вам влечение, да, у мужчины есть к вам влечение, это правда, вот. Но спешить записывать его в сексуально озабоченные не стоит, у которых там, потому что сексуальное желание – это хорошо, это норма. И если оно у него есть, то важно, важно, то, как он сам его преподносит. То есть, ну, преподносит он его, как нечто, что-то обязательное, то есть, вот, у меня есть к тебе сексуальное желание, всё, давай, спи со мной, да, например. Или он преподносит это, скорее, как игру, как что-то, ну, например, несерьёзное, да, или что-то такое непринуждённое, вот. Очень важно, также, чтобы вы проанализировали свои чувства, чувствуете ли вы себя, например, оскорблённым, когда вам было сделано такое предложение. Или вам понравилось, что вам сделали такое предложение. То есть, вот здесь тоже нужно достаточно серьёзно пройти к этому вопросу, потому что от ответа на него, да, будет зависеть будущее ваших отношений, ни больше, ни меньше. Ну, и самое, пожалуй, главное, это то, что если вам всё-таки не нравится такое отношение молодого человека, да, вот. То есть, если, ну, вы считаете, что так себя вести он не должен, но имеет права, да, вот, то, конечно же, стоит проанализировать, почему мужчина вам сделал такое предложение, вот, и тем более, тем более стоит проанализировать причину того, почему вас это могло задеть, например. То есть, опять же, опять же, я не верю в то, что вы не поняли, да, не поняли смысл предложить вам мужчины. Вот, я в это, черный, 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 не верю. Вот. Мне кажется, что ваш вопрос, он задан достаточно с чётким контекстом, вот. Вы просто хотите подтверждение от нас, вот. И это, в принципе, неплохо, что вы хотите подтверждение. Вопрос в том, что вы будете делать с ним. Вопрос в том, как вы будете использовать свои знания, которые получили, ну, вот, в результате ответов, да. То есть, если вы относитесь к сексу, ну, вот, или к возможности интимных отношений, вот так, да. Вот. Вот. То есть, соответственно, вы хотите подтвердить, если вам мужчина понравился, и у вас с ним, ну, связаны были, да, какие-то планы, да, какие-то планы, да. Вопрос в том, что, значит, перспективы, вот, что здесь вы сталкиваетесь с возможной ситуацией, что мужчина, ну, не совсем тот, как вы его себе представляли. Это проблема принятия человека таким, ну, какой он есть, да. Вот. Вот. И здесь вам стоит быть особенно аккуратной, потому что, если вы вот именно чувствуете, что вам неприятно, то, что человек вам посылает, то, соответственно, лучше будет, если контакт вы прервете. А если вы чувствуете, что вам хочется, ну, то есть, хочется принять такую его игру, вот, но не позволяет это сделать, например, ваших какие-то установки, да, какие-то нормы, правила, которые вы сами для себя, например, создали или создали, создало ваше окружение, вот. Ну, в этом случае, конечно, я думаю, что нужно разбираться с вами, да, и уже смотреть, скажем так, по ходу дела определяться с тем, с чего вы хотите. Вот. То есть, что-то вот такая. Все внимательно проанализируйте, не торопитесь с выводом, и тогда, я полагаю, вы сможете принять самое лучшее решение, которое возможно в этой ситуации. Ну, в этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.